Нужен, конечно, нужен. Владивостоку нужно все, что поспособствует его развитию. Мне кажется, это можно использовать как эпиграф нашей сегодняшней беседы. В пятницу 29 января эфир на радио Лема был посвящен теме ВКАД. На вопросы слушателей отвечал Кирилл Солгалов, член Союза архитекторов России, член градостроительного совета Приморского края. То есть говорить о том, что ВКАД, он, безусловно, нужен для города в части именно развития своих островных территорий, во-первых. Во-вторых, для вывода грузового транспорта из центра города и для оптимизации уличной дорожной сети в центре города, в том числе с выводом личного транспорта из его пределов. По крайней мере, так рассматривается на сегодня. И на перспективу, по тем оценкам, которые подготавливали коллеги, вообще общий интенсивный составит порядка 30 тысяч автомобилей в сутки. Это достаточно большое интенсивное движение по этому объекту. Остров Русский, остров Елены, улица Казанская. Именно эти точки соединит дорога. Планы большие – разгрузить город, построить новые районы, удивить туристов архитектурной задумкой. Почему вообще ВКАД появился? Он фигурирует в советских красноцветных документах. Он тогда еще назывался ВКАДом, но, безусловно, автомобильная дорога вдоль Амурского залива была заложена еще достаточно давно. И, если меня коллеги подправят вдруг, но с начала 80-х годов, как минимум, эта дорога присутствовала в красноцветных планах. И вот то, о чем так долго говорили несколько поколений Владивостокских градоначальников, приобретает реальное очертание. В конце декабря Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края вынесло на общественное обсуждение архитектурно-художественную концепцию ВКАД. Недавно завершились общественные обсуждения проекта. То общественное обсуждение, которое сегодня проводится, я хочу отметить, что оно проводится именно с целью собрать мнение, понять те запросы, которые есть, и эти запросы сфокусировать не только на самом объекте, потому что сам объект, безусловно, требует достаточно большого внимания, но и на тех проблемах в развитии города, которые видят наши горожане, наши уважаемые сожители, скажем так, на этом замечательном пространстве. И, безусловно, все мы хотим сделать его лучше. Именно для этого эти общественные обсуждения были. В этом проекте много нюансов, но главное, что у всех была возможность высказать свои «за» и «против». Главное, горожане активно включились в обсуждение. А значит, надежда на то, что в этом споре родится истина, хоть и призрачная, но есть. Екатерина Зверева, Игорь Болтов, Новости на Восьмом.